Поставлены, вопросы были поставлены к нам по поводу целей России и того, желает ли она оставаться на Кавказе или она собирается оттуда уйти. Несколько лет назад я был участником встречи с президентом Путиным, президентом Сарксяном, которая проходила в рамках официального визита президента Российской Федерации в Армению. Встреча была в Гюмри, это был бизнес-форум, и там выступал в начале президент Армении, который, между прочим, заметил, что здесь, в бывшем городе Александрополе, когда-то служил в полку автор известной песни «Прощание славянки» поэта Габкин. Он о том сказал и пошел дальше рассказывать и говорить о том, о чем он хотел сказать. Я внимательно наблюдал за президентом Российской Федерации, никто к нему не подходил, никакого суфлера у него не было. Он сидел на сцене, как и президент Армении, вышел, затем выступал и в ходе выступления, отвлекшись от заготовленного текста, сказал. Кстати, вот уважаемый Серж Азатович только что сказал, что здесь служил Агабкин. Причем вот я лично не помню, как зовут Агабкина, а президент Путин помнил, как зовут Агабкина и назвал его по имени. Он говорит, было сказано, что вот он здесь написал известный в России патриотический марш «Прощание славянки», но здесь, говорит, я хочу, чтобы не было недоразумения. Он написал это по другому поводу, а мы с Кавказа никуда не уходили и уходить не собираемся. Это встречено было аплодисментами. Я думаю, что легко ответить на вопрос, собирается ли Россия уходить с Кавказа и свертывать свое присутствие. Можно сослаться на решение о направлении наших миротворцев на Горный Карабах. Но мне кажется несколько странным, что возникает вопрос, что мы собираемся уходить в то же самое время, направляя впервые за 30 лет в эту зону, конфликтную зону своих военнослужащих. Наверное, это о чем-то свидетельствует. Если все остальное не является аргументом, то в данном случае вот вам аргумент на практике. Теперь второй вопрос. В отношении равноудаленности. Я сам много и часто критикую здесь в России людей, которые отстаивают этот тезис. У нас, конечно, есть и те, кто отстаивает тезис, что на самом деле мы должны прежде всего с Азербайджаном поддерживать отношения. Несколько лет назад один очень патриотичный наш деятель, известный в России писатель, главный редактор, проводил в Баку конференцию, которая называлась «Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе». Это был Проханов. Ну, вот у него такое было представление, но мне кажется, что даже он в настоящем времени уже отошел от такой односторонности. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что даже в том, что я процитировал сегодня, вот выступление только что состоявшимся. Да, здесь дано должное необходимости хороших отношений как с Арменией, так и с Азербайджаном, наличие связи и там, и тут, что трудно отрицать. И того факта, на самом деле, не указанного, что в России живут и армяне, и азербайджанцы, примерно в равных количествах, армян несколько больше, азербайджанцев несколько меньше. Но даже в этих выступлениях президент Путин, как во вчерашнем, так и в сегодняшнем, все время выделяет тот факт, что отношения с Арменией имеют приоритетный характер, потому что они заданы фактом нашего военно-политического и экономического союза. Мы можем как угодно называть отношения с Турцией и Азербайджаном из комплементарных соображений, говорить о партнерских отношениях, но ни Турция, ни Азербайджан не являются членами УДКБ, Евразийского экономического союза, ну и так далее, и так далее, и так далее, если рассмотреть весь пакет подписанных и ратифицированных договоров о наших взаимоотношениях. Наличие не в Азербайджане, откуда изгнали Габалинскую РЛС, а в Армении 102-й базы в Гюмри. И теперь и последнее из того, что было сказано. В отношении невнятной реакции, как вам кажется, в России на факт объявления, такой одиозный факт объявления персоной Нонграда. Ну, во-первых, хочу сказать, я несколько раз это повторил, тот же день, когда это письмо пришло, причем письмо, как вы знаете, подписано чиновником парламента, он бывший посол, я понимаю, но он все-таки чиновник, начальник управления, причем в парламенте. Я вам скажу, я тут старейшина в России, среди политических и общественных деятелей, в группе людей, когда-либо запрещенных к въезду в другие страны. Мне в первый раз запретили въезд в 1996 году на Украину, с тех пор еще шесть раз запрещали. В настоящем времени не то, что запретили, так еще и осудили заочно, арестовали и подвергли санкциям. Я запрещен к въезду к Азербайджану, о чем сегодня вспоминали. Как только меня избрали депутатом от Сочинского округа, к нему приписаны граждане России, живущие в Нарвии и Силамяе, в Эстонии, тут же Эстония запретила мне въезд на 5 лет в Эстонию. Так вот, я вам хочу сказать, ни в одном из этих случаев я не получал известия о запрете от чиновника парламента. Но это были или ноты МИД, или как в случае с Эстонией, был на самом деле представление Министерства внутренних дел через Министерство иностранных дел Эстонии в наше посольство. В этом случае это нечто уникальное, причем со словами уважаемый, с уважением и так далее. Значит, что касается российской реакции, то официальная российская реакция, ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации были вручены в тот же день Министерству иностранных дел России, по моему поводу. Вчера на своем брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова достаточно долго говорила на эту тему и возмущалась тем, что вот такая практика возникает и в отношении Затулина, и в отношении Симонян. Так что вы не совсем правы. Я, конечно, не делал собственную судьбу темой, значит, чрезвычайного заседания Государственной Думы, и не считаю это нужным, но я проинформировал вчера полностью председателя Государственной Думы Российской Федерации по поводу всего происшедшего, я нахожусь в контакте с нашими официальными структурами по этому поводу. Вот то, что я должен был сказать, чтобы не было такого впечатления, что у нас на это не обращают внимания. И, конечно, я знаю о том, что мы не единственные, кому в правительстве Фашиняна запрещают въезд, в том числе и представителям партии Дашнад-Сутюн из европейских стран, по-моему, или еще откуда-то, из Франции запрещен был въезд. Но это понятно, в этом логика власти, которая, на мой взгляд, в Армении, проявляя свои антинациональные черты, я должен это сказать прямо, она стремится к антинациональной диктатуре, она идет по этому пути. Потому что иначе удержать власть, при том, что ты очевидно расходишься с интересами той страны, которую ты возглавляешь, очень трудно. И последнее. Мы, конечно, не из подвала с вами разговариваем. Мы разговариваем с вами в настоящий момент из президентского зала на Зубовском бульваре пресс-центра «Россия сегодня». Ну, просто, я не знаю, в какой мере вы с этим знакомы, но если вы просто с улицы попробуете зайти в Россию сегодня и попасть в президентский зал, то это у вас не получится. Поэтому я вам хочу сказать, что мы здесь спокойны, по крайней мере, здесь, в отношении того, что мы из подвала с Арменией разговаривать не собираемся. Спасибо большое. Спасибо.